Привет! Андрей Жуков и Tamron 28-75 f2.8. Как известно, этот объектив появился в 2018 году и стал настоящим хитом. Однако, уже в 2021 году компания Tamron представляет 28-75 f2.8, di3, vxd, g2. Объектив, который обещает стать не меньшим хитом. И у вас наверняка есть вопрос, чем эти объективы отличаются друг от друга. Сегодня я назову вам 5 различий. Погнали! Друзья, первое отличие, конечно же, в качестве картинки. Уже 28-75 первого поколения был хорош. Однако, в 28-75 f2 оптическую схему переработали с нуля. И этот объектив исправил как геометрию картинки, так и общее качество. Вы можете увидеть подтверждение, моим словам, на графиках МТФ, а также на картинках, которые я снял на данный объектив. Я могу сказать, что эти изображения мне, безусловно, нравятся. При том, что оптическая схема стала сложнее, габариты объектива практически не изменились. Он стал чуть толще в диаметре и чуть короче в высоту. И при этом он весит на 10 грамм меньше. Второе глобальное отличие данных объективов кроется в фамильной черте всей оптики компании Tamron. Дело в том, что этот японский бренд сосредоточился на том, чтобы делать объективы с максимально короткой минимальной дистанцией фокусировки. И в 28-75 f2 у нас MDF становится на 1 сантиметр короче. Поэтому мы наблюдаем впечатляющее макро, а это добавляет объективу универсальности. Третье отличие данных объективов видно невооруженным глазом. Дело в том, что 28-75 f2 выполнен в абсолютно новом корпусе. Он глянцевый, гораздо менее маркий. На нем не остаются отпечатки пальцев. А сам объектив долгие годы будет выглядеть как абсолютно новый. Кольца зуммирования и управления фокусировкой претерпели значительные изменения. Текстура стала гораздо более выраженной, поэтому управлять объективом стало комфортней. А ход колец стал гораздо мягче благодаря абсолютно новой механике. Непосредственно на корпусе объектива появилась новая программируемая кнопка. Ниже расположен порт USB Type-C. А в нижней части объектива серебряное кольцо стало более округлым, что придает объективу дополнительный премиальный вид. Четвертое отличие заключается в новой системе автофокусировки. Дело в том, что в 2875G2 используется линейный привод автофокуса VXD. Это позволило примерно в два раза увеличить скорость непосредственно самой автофокусировки, а также убрать любые задержки между нажатием на кнопку спуска затвора и созданием кадра. Поддерживаются все современные алгоритмы автофокусировки от компании Sony. Здесь есть и автофокус по лицу человека, и автофокус по лицам животных и даже птиц. Пятое отличие заключается в том, что на корпусе объектива есть порт USB Type-C, а на сайте Tamron доступно для загрузки Tamron Lens Utility – программное обеспечение для вашего компьютера. Первое, что вы можете сделать, это изменить направление работы кольца фокусировки. Второе, оценят практически все операторы. Вы можете перевести кольцо управления в линейный режим работы. Это означает, что оператор получит те же ощущения, что и при работе с механической оптикой. И это не все. Можно с легкостью запрограммировать две точки фокусировки и переводить фокус от точки А к точке Б по запросу оператора. Функциональную кнопку также можно запрограммировать. Для нее доступно огромное количество полезных функций. С помощью Tamron Lens Utility вы сможете оперативно узнавать о выходе новых прошивок и без проблем обновлять их дома без обращения в сервисный центр. Друзья, теперь вы знаете как минимум пять принципиальных отличий между 28-75 первого и второго поколений классных вам кадров. Субтитры создавал DimaTorzok